Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Коррупция в медицине. Половина опрошенных ЖТСУ считает, что риск коррупции высок при получении медицинских услуг. Второе дыхание. Все памятники, посвященные Великой Отечественной войне, отремонтируют в Алматинской области. Первая реконструкция пройдет в Коксусском районе. Пока мы помним. Традиционная встреча учащихся с воинами-интернационалистами проходят в школах Талдыкургана. Кадровые перестановки. Распоряжением Акима Алматинской области назначен новый руководитель регионального управления по инспекции труда. Им стал Тимир Ламбик Тасов. Родился в 1969 году. Имеет два высших образования. По специальности техник-гидротехник и инженер-строитель. В разные годы работал начальником отделов архитектуры и градостроительства Жамбылского и Карасальского районов. Начальником областного управления государственного архитектурно-строительного контроля. Акимом Талдебулакского сельского округа Кербулакского района. Руководителем управления строительства Алматинской области и Акимом Панфиловского района. Последние полгода занимал пост руководителя аппарата Акима Алматинской области. Борьба с коррупцией продолжается. По всей республике стартовал очередной проект по мониторингу коррупционных рисков. В этот раз их будут выявлять в государственных учреждениях сферы здравоохранения. 17 февраля текущего года в рамках проектного офиса Адалдахалана начался анализ деятельности медиков и продолжаться он будет в течение двух недель. Данное мероприятие возглавил сам председатель первого антикоррупционного медиа-центра Тулеген Байгулов. И первым по республике он посетил Алматинскую область. В ходе своего визита он объехал ряд медицинских учреждений Ильинского района и города Талдыкурган. Вместе с тем, как показали результаты онлайн-соцопроса среди населения, почти 50% жителей области считают, что риск коррупции высок при получении медицинских услуг. По словам Тулегена Байгулова, цель мониторинга – искоренить все причины создания условий коррупции и обеспечить прозрачность всех действий врачей. Сейчас мы же слышим, что иногда приходится через знакомые или каким-то там методами положить в больницу своих родственников близко. Где-то в больнице говорят, что купите это лекарство, у нас закончились, еще какие-то там вопросы возникают. Поэтому мы этого вопроса вообще не было. Мы сейчас и работаем на это направление. Первое – это бесплатные лекарства. Второе – это в больницах свободной койки, чтобы было прозрачно, открыто. Третье – у нас как встать на квоту. 150 миллионов тенге предусмотрено руководством Алматинской области на реконструкцию всех памятников, посвященные Великой Отечественной войне. В регионе по поручению главы края Аманды Кабаталова начата комплексная работа в этом направлении. Наша съемочная группа побывала на одном из обелисков и узнала, каково сейчас состояние памятника Победы. В течение года планируется провести капитальный ремонт 115 памятников области. Один из них расположен в селе Стрихи Тамшибаево и Куксутского района. Сооружение возвели еще в 82-м году прошлого века. С тех пор ремонт проводили всего один раз. Теперь этот мемориал, посвященный Победе, требует капитального ремонта. Его надо обналичить, облицовку сделать. Мы думаем, что после ремонта все будут приходить сюда и думаем, что это будет зона отдыха. Ремонт проходил в 2014 году. Тогда здесь возвели две мраморные доски с именами участников Великой Отечественной войны из этого аула. Теперь на радость сельчанам в этом году одна из главных достопримечательностей аула пройдет капитальный ремонт. На это из областного бюджета уже выделены соответствующие средства. В начале года из областного бюджета было выделено 1 миллион 600 тысяч тенге на текущий ремонт обелиска. Ремонт начинается с марта месяца и будет заканчиваться где-то в мае в этом году в честь 75-летия Великой Отечественной войны. В целом за последние годы село Злихи Тамшибаевый изменилось до неузнаваемости. Проведен ремонт ряда социально важных объектов, в том числе и единственные сели средней школы. В прошлом году при поддержке руководства области учебное заведение 1974 года постройки прошло капитальную реконструкцию. Неспроста эта школа носит имя этого великого человека. Героя социалистического труда Злихи Тамшибаевой. Она более 40 лет руководила этим населенным пунктом. Именно она стала инициатором открытия этого учебного заведения в 1974 году. И именно благодаря ее усилиям впервые за 20 лет в 1998 году здесь был проведен первый капитальный ремонт. После реконструкции трехэтажное здание школы заиграло новыми красками. Установлены новые окна и двери, отремонтированы полы, утеплены наружные стены, обновлен фасад, заменены электрика, канализация, отопление и система водоснабжения. К тому же приобретено современное и в том числе необходимое техническое оборудование. Отметим на сегодня, в учебном заведении знаний получают более 200 ребят. Так как видите, сейчас просторная школа у нас, 270 учащихся у нас учатся, а вообще школа рассчитана на 640 места. И у нас 53 отличников на сегодняшний день. Они на Олимпиадах, на этих больших конкурсах областных, республиканских получают хорошие места, так как у нас вообще воспитание на хорошее место поставлено. 40 педагогов трудятся, так как предметников у нас все охвачено, качественный состав учителей у нас. Свою лепту в развитие села вносят и выход с аула. Так, общими усилиями в прошлом году в населенном пункте распахнула свои двери новая мечеть. Азар Жумаханов, Асет Дюсенбек, телекомпания «Ажетасо» из Коксусского района. Второе высшее образование без отрыва от производства – реальность. Республиканская научно-методическая конференция внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, основа качественного образования, собрала более 100 представителей педагогического и научного сообщества Алматинской области. Она прошла в стенах ЖТСУского государственного университета имени Илья Сажан-Сугурова. Участники конференции поделились теористическими и методическими проблемами обеспечения качества образования. Обсудили вопросы профессиональной компетенции преподавателей. Также были затронуты темы обновленного содержания современного образования. Увеличивается доля дистанционного обучения. Совершенствуются формы контроля знаний. Стипендия, учрежденная президентом Казахстана, предоставляет возможность получения научной степени и прохождения стажировки в известных компаниях мира. Чтобы ее получить, необходимо иметь высокий средний балл аттестата и выявить высокий уровень владения иностранными и государственными языками. Так как студенты – это будущие педагоги школ, мы готовим педагогов в школу. Поэтому в нашем университете внедрены для педагогических специальностей такие дисциплины, как основы критериального оценивания, планирование современного урока. Профилирующие дисциплины студенты проходят на трех языках. То есть они проводят занятия на английском, казахском и русском языках. Души опаленные огнем войны. Афганская война – это история. История тяжелых испытаний. Патриотизма – выполнение долга. Ежегодно 15 февраля мы склоняем головы перед памятью павшихся отечественников. Встречаемся с воинами-интернационалистами. Они, в свою очередь, дают уроки мужества подрастающему поколению. В Талдыкурганской средней школе имени Абая прошла традиционная встреча учащихся с воинами-интернационалистами. «Пока мы помним, мы живем». Под таким лейтмотивом прошел тематический вечер, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Творческий коллектив учащихся школы исполнил песенные и танцевальные номера патриотического содержания. В свою очередь, капитан первого ранга в отставке Рахим Киргабаков поделился с учащейся молодежью историями своей службы. «Это наше будущее, молодежь. Поэтому мы стараемся каждый раз побывать в школах, колледжах, проводим такие мероприятия воспитательного характера, чтобы дать им, как говорится, мужество, храбрости, чтобы они по окончании школы, если кто-то поступает в военные училища, чтобы знали, что такое вооруженная сила Республики Казахстан. Потому что есть такая профессия защищать родину. Помимо чтения стихов на патриотическую тематику, учащиеся школы хором исполнили песни «Алга Хазастан» и «Катюша», а также продемонстрировали мастерскую разборку и сборку легендарного автомата Калашникова. Директор Талдыкурганской средней школы имени Абая подчеркнул, что встречи учащихся с воинами-интернационалистами давно стали крепкой традицией. Открытый разговор, невымышленные рассказы открывают ребятам реальные военные сюжеты, солдатский быт и досуг. Такие встречи служат примером бескорыстной любви к отчизне, настоящей мужской дружбы и подпитывают желание школьников стать в будущем защитниками родной земли. Пятый год подряд наша школа занимает ЖАСЛАН, военно-патриотические соревнования среди школ города. Наша школа уже пятый год занимает первые-вторые места всегда. Или ЖАСАРБАС, который тоже проводится среди школ в городе, тоже занимает первые-вторые места систематически. Это благодаря нашим старшим товарищам, которые приходят, прививают чувство патриотизма нашим ученикам. Концертная программа получилась не по-детски серьезной и поразила гостей глубиной и оригинальностью. Ведь для каждого воина-интернационалиста 15 февраля 1989 года – особая дата. И какие бы оценки ни давали тем грозным событиям, вывод советских войск из Афганистана – это праздник воинской славы и, конечно, дань памяти и яркая страница в истории нашей страны. Евгения Тойсяжная, Осет Дюссенбек, телеканал ЖТСУ. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Бьет, значит, любит. В Алматинской области на 30% уменьшилось количество бытового насилия. По правилам, более 100 адмпротоколов выписали полицейские Талдыкургана за три дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход». Первые в рядах. Градоначальник Галамжан Абдраимов чествовал лучших спортсменов областного центра. 3000 жителей без света, дорог и воды. Население района города Атарау лишено элементарных благ цивилизации. Сильный ветер в микрорайоне Гульден, который находится в 5 километрах от города, пропадает электричество. Люди также жалуются на отсутствие воды и дорог. Они утверждают, что долгов по коммунальным услугам за ними не числится и что на их неоднократные обращения в Акимат однозначного ответа так и не получили. В свою очередь, пресс-секретарь городского отдела ЖКХ утверждает, что новый водопровод проведут до конца года, а проблемы со светом будут устранены в самое ближайшее время. Раньше эта территория была дачным массивом. Теперь же многие дома узаконены и имеют статус ИЖС. Как быстро наладится ситуация с обеспечением водой и светом покажет время. Касым Джомар Токаев ознакомился с деятельностью Национального научного кардиохирургического центра в Нур-Султане. Он также был проинформирован о внедрении инноваций и цифровых технологий в процесс диагностики и лечения больных. Президенту продемонстрировали и современное оборудование, изготовленное в Соединенных Штатах. Такие аппараты есть лишь в шести странах мира. В СНГ только в Казахстане. Благодаря новейшему оснащению, показания пациента, находящегося под наблюдением, можно отслеживать в онлайн-режиме. Глава государства отметил, что этот центр является одним из передовых и уникальных медицинских учреждений. В Караганде по делу об убийстве егеря огласили сегодня приговор. Трое фигурантов получили пожизненный срок за смерть инспектора охотзоопрома Ярлана Нургалиева. Еще четверо браконьеров также были признаны виновными. Осуждены на шесть лет и взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу государства ущерб за убийство 17 сайгаков, а это 89 миллионов тенге. Исковые требования потерпевшей стороны частично удовлетворены. В общей сложности родственники погибшего должны получить больше 26 миллионов тенге за причиненный материальный и моральный вред. Напомним, инцидент произошел чуть больше года назад. Патрулируя степь, инспекторы остановили автомобили с браконьерами. В результате возникшей потасовки егерь Ярлан Нургалиев получил травмы, несовместимые с жизнью. В Алматинской области уменьшилось количество бытового насилия. Согласно статистике регионального департамента полиции, если в январе текущего зарегистрировано 125 фактов, зоаналогичный период прошлого года в число случаев составило более 180. Одной из причин снижения показателей специалисты называют работу с мужчинами-агрессорами. Инициатором этой деятельности выступил Талдыкурганский региональный центр поддержки женщин. Активная работа с мужчинами-агрессорами в Алматинской области началась год назад. Инициировать столь нужный и значимый социальный проект удалось благодаря финансовой поддержке посольства США. На так называемое перевоспитание нарушителей семейного спокойствия выделено 28 тысяч долларов. На эти средства осенью прошлого года в Талдыкургане открыли кабинет психологической разгрузки для мужчин-агрессоров. Помимо этого, более ста психологов и социальных работников прошли обучение. Также в каждом городе и районе области прошли информационно-разъяснительные работы с агрессорами. К сожалению, в одних регионах мужчины это принимают нормально, говорят, что это им нужно, такие психологически разгрузочные мероприятия. Другие смеялись и говорили, что это не для нас, мы вообще как бы не при делах в данной ситуации. Но тем не менее, наша задача была проинформировать мужское население о том, что есть такой проект. На сегодняшний день в реабилитационном кабинете прошли работу 31 человек, мужчин. Конечно, говорить о том, что все эти мужчины больше не будут проявлять агрессию, насилие, говорить рано, потому что эта работа подразумевает очень такой длительный процесс. По словам инициаторов проекта, проводимая работа дает плоды. На сегодняшний день ни одна супруга агрессора, прошедшего курс реабилитации, не обратилась с жалобой. В целом, по Алматинской области количество фактов бытового насилия идет на снижение. Если в январе 2019 число зарегистрированных случаев составляет более 180, то за аналогичный период нынешнего года – 125. В целях снижения фактов бытового насилия мы активно проводим оперативно-профилактические мероприятия, ведем частые беседы с населением. По обновленному кодексу, если виновник и пострадавший находятся в семейно-бытовых отношениях, нарушителю грозит предупреждение или административный арест на срок до пяти суток. Если повторное нарушение, то до десяти суток. Чтобы свести количество бытовых конфликтов к минимуму, инициаторы проекта предлагают на законодательном уровне обязать мужчин-агрессоров проходить курсы реабилитации. С данной идеей ряд женских неправительственных организаций Казахстана планирует обратиться в парламент республики. Следи за собой, будь осторожен. Более ста административных протоколов выписали полицейские Талтыкругана в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход». В трехдневном ОПМ приняли участие свыше 30 сотрудников. Главная цель отработки – снижение уровня дорожно-транспортных происшествий и пресечения грубых нарушений. Не наказать, а объяснить – таков наш метод работы, говорят полицейские Талтыкругана. Поэтому в ходе оперативно-профилактического мероприятия особый упор делается на информационную работу. Чтобы охватить большое количество человек, раздача листовок и разъяснение правил проводится в густонаселенных местах города. Всего полицейскими выдано более 300 информационных памяток. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» проводится в период с 20 по 22 февраля. Главная цель – снижение уровня дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на то, что все правила известны, люди порой забывают их соблюдать. Поэтому мы им напоминаем. Уважаемые водители, прошу снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, а также уступайте дорогу, переходящим или вступившим на проезжую часть. В свою очередь прошу пешеходов проходить дорогу в положенных местах и не перебегать на красный свет. К тем, кто игнорирует просьбы и предупреждения, полицейские применяют соответствующие меры. За грубые нарушения сотрудники выписали более 100 административных протоколов. Наказанию подверглись как пешеходы, так и водители. Водитель не пропустил пешеход. По административному кодексу Республики Казахстан предусматривается административный штраф. По статье 610 МРП налагивается штраф. Пешеходам, перешедшим улицу в неустановленном месте, а также на запрещающий сигнал цветофора предусматривается штраф 2 МРП. Статья 615 Административный кодекс Республики Казахстан. С начала текущего года по сегодняшний день на территории Талдыкургана зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП один человек погиб, 30 пострадало. По словам сотрудников, проводимые оперативно-профилактические мероприятия дают плоды. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий снизилось на 10%. Ануар Роман Гельдинов, Айдос Калиев, телеканал ЖИТСУ. Уже через неделю наступает весна. Вместе с тем возникает риск поводка опасных ситуаций. Сотрудники чрезвычайных служб Алматинской области проводят профилактические мероприятия по предотвращению ЧАЭС. Активная работа ведется и в Толгарском районе. На данный момент там уже очищено 23 тысячи уличных арыков и 105 каналов от мусора. Задействовано 350 сотрудников. В районе есть 11 опасных участков, которые находятся под пристальным контролем специалистов. Один из них – река Котар-Булак в селе Туздобастал. Также дополнительно для быстрого реагирования силами местных исполнительных органов подготовлено свыше 100 тысяч тонн инертных материалов, 12 тысяч мешкатары. Также на сегодняшний день повсеместно в населенных пунктах района проводится работа по очистке рычной дренажной сети. После двух недель временной приостановки прямых рейсов в Китай и из него из-за вспышки коронавируса авиакомпании с трудом справляются с серьезными финансовыми потерями. Крупнейший европейский авиаперевозчик Air France заявил, что его операционная прибыль с февраля по апрель текущего года может оказаться меньше на 150-200 миллионов евро. Для большинства авиакомпаний вспышка коронавируса произошла в тот момент, когда ситуация в мировой торговле, казалось, в этом году обещала им большой спрос. Международная ассоциация воздушного транспорта подсчитала, что авиаперевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем году потеряют почти 28 миллиардов долларов. По всей Германии прошли панихиды по жертвам нападения на две кальяны в городе Ханау недалеко от Франкфурта на Майне. В руках у пришедших плакаты «Расизм убивает», «Солидарность» и «Сопротивление» и «Нет нацизму». Напомним, в результате ЧП погибли 9 человек, в том числе пятеро турецких граждан. В четверг, то есть вчера, стало известно, что в массовом убийстве подозревается 43-летний житель Ханау Тобиас Ратьен. В Мьянме десятки людей спасены минувшей ночью из пылающего жилого здания в оживленном торговом квартале Янгога. Многие из них были перенесены с самых высоких этажей в безопасное место с помощью подъемного крана. К горящему 12-этажному многоквартирному дому устремились 60 пожарных машин. К утру не было зарегистрировано ни одного погибшего. Причина пожара пока не установлена. Один из свидетелей рассказал, что выбежал из дома и хотел предупредить своих пожилых соседей, но был вынужден отступить, едва не потеряв сознание от дыма. В последнее время пожары в зданиях в центре Янгога участились. Из-за недостатка средств они давно не ремонтировались. Лучший из лучших. Аким города Талткурган Галамжан Абдраимов чествовал сильнейших спортсменов областного центра. Тех, кто за прошлый год завоевал призовые места на самых престижных мировых первенствах. В ходе торжественной встречи градоначальник вручил спортсменам благодарственные письма и пожелал новых побед на профессиональном поприче. Среди них и обладатели лицензии на грядущую Олимпиаду в Токио. Это и борец греко-римского стиля Асхат Дельмухамедов, и легкоатлетка Айман Ратова, а также лучники Санжар Мусаев, Ильфат Абдулин и Денис Ганькин. Участники Олимпиады, в свою очередь, пообещали с достоинством защищать честь своей родины на самом престижном первенстве мира. Спасибо Алматинской области, город Толдукурган, что выделяют вообще на спорт, такое развитие, да, и немалые деньги выделяют. Спасибо. И подготовка к Олимпиаде идет полным ходом, готовимся. И здесь, и в области проходят сборы, все отлично. Постараемся, конечно, сделать все, что мы можем, не подвести страну, город, область. Все, что в наших силах будет, мы обязательно все сделаем. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok